Известно, что когда российскому подростку, который лишь по трагической случайности не стал императором России, Алексею Николаевичу Романову предложили выбрать инструмент, на котором он хочет учиться играть, а цесаревич Алексей выбрал почему-то балалайку. Сегодня уже нет сомнений почему, особенно когда находишься здесь, в Ульяновском музее балалайки. Ну, посмотрите, как это все можно не любить. Царский инструмент в здании бывшей усадьбы симбирского мещанина Емельяна Кривова представлен образцами, многие из которых в живом бытовании практически не встречаются. Кстати, производство сувенирных и настоящих балалайок также локализовано именно в Ульяновске. В коллекции единственного в России музея балалайки насчитывается около 30 экспонатов. Гордость экспозиции и ее создателей – уникальное фото с именным автографом создателя Первого оркестра русских народных инструментов в России Василия Андреева, того самого учителя, цесаревича Алексея. Музей балалайки уже занимает достаточно статусное место в ассоциации частных музеев. Это музей, который еще способствует развитию, популяризации данного инструмента в общемировую культуру музыкальных инструментов. Балалайки здесь представлены разных форм, возрастов и происхождения. Есть и классические треугольные трехструнные инструменты, есть и шестиструнные и даже семиструнные балалайки. А некоторые из них сразу и не узнать. Они напоминают мандолину или домру. Географический разброс тоже весьма велик – от Архангельской до Воронежской областей. За державу гордость берет, когда там написано балалайков, а не какая-то другая «Маденен Чайны», «Маденен Португалии» или «Маденен», я не знаю, «Румыния», а именно Россия. По времени музейные балалайки разбросаны от 17-го до 20-го веков. Правда, подлинники начинаются только с конца 19-го столетия. Для реконструкции преимущественно использовались частные средства и областная субсидия в размере 300 тысяч рублей. Площадь музея, включая зону кухни, чуть больше 90 квадратных метров. В фондах также представлены книги и уникальные документы. Балалайка, матрешка, водка – это такие три символа, три бренда. А при этом, на удивление, именно когда мы изучаем этот инструмент, инструментоведы, фольклористы, мы поражаемся тому, что на самом деле про балалайку не так много источников. Кроме балалайка в Ульяновском музее представлено также около 50 других музыкальных инструментов. Естественно, открытие не могло состояться без музыки. Получасовой сеанс игры на балалайке в режиме нон-стоп устроил питерский музыкант Георгий Нефёдов. Со временем здесь откроется школа игры на балалайке и камерная концертная площадка. А для желающих научиться делать инструменты в выставочном зале установлен современный верстак. Ярослав Щедров, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова